Здравствуйте, друзья! Когда речь заходит о самых популярных спутниках горожан из мира животных, то на ум сразу же приходят голуби. Они привязаны к людям, совершенно их не боятся и ждут угощения. Впрочем, как выяснилось, голуби отнюдь не единственные вынужденные соседи жителей разных стран. В некоторых странах люди живут бок о бок с довольно экзотическими зверями и птицами, представляя вам 15 животных, которых возможно встретить и покормить в разных странах мира, совсем как голубей. Багамские свиньи В районе Багамских островов есть небольшой необитаемый остров под названием Пик-Бич. Хотя точнее будет сказать, что на нем живут люди, а вот обитатели – это несколько десятков одичавших домашних свиней. Пик-Бич очень популярное среди туристов место. Многие приплывают посмотреть на смешных хрюжек, которые совершенно не боятся людей и с удовольствием принимают угощения. Как свинки попали на остров, точно неизвестно. Возможно, их оставили моряки, а может быть, они выжили после кораблекрушения и доплыли до суши. Также есть версия, что животных завезли на остров специально, чтобы заманить туристов. Австралийские белые ибисы Эти грациозные и довольно крупные птицы отлично себя чувствуют на улицах австралийских городов. Иногда они воруют еду из мусорных баков, а иногда их подкармливают люди. Совершенно как привычных нам голубей. Индийские обезьяны Несмотря на милую внешность и жалобный взгляд, обезьяны стали для Индии настоящей напастью. Разбалованные туристами и местными жителями, эти животные с комфортом обосновались на улицах и настойчиво требуют угощения. Они забираются в окна, а также воруют еду и вещи у прохожих. И все же местные власти как могут борются с этими животными. Остров Рождества Остров Рождества расположен в Индийском океане в 1600 километров от Австралии. Он примечателен тем, что зимой по его территории начинают перемещаться миллионы красных крабов. Они эмигрируют из тропических лесов на побережье, и в этот момент все дороги буквально заполнены этими существами. На острове даже есть специальный дорожный знак, оповещающий о закрытии магистрали из-за миграции крабов. Греция Гуси с острова Крит На греческом острове Крит на некоторых пляжах обитают дикие гуси. В частности, их можно встретить около озера Курнос. Эти птицы чувствуют себя здесь полноправными хозяевами. Они смело подходят к людям, требуют угощения, а если ты отказываешься делиться, могут недовольно зашипеть и попытаться вырвать еду прямо из рук. Японские лисы В Новой Зеландии недалеко от северной столицы Японии, города Сэндай, находится так называемая лисия деревня – Цзао Кенцуны Мура. В ней живут более сотни лис шести разных видов. Эти звери с удовольствием контактируют с людьми, разрешают себя гладить, ну и, конечно, кормить. Новозеландские овцы В Новой Зеландии овец больше, чем людей, на каждого жителя этой страны приходится примерно шесть овец. Увидеть этих животных можно практически повсюду, поскольку в Новой Зеландии множество пастбищ. Кроме того, всегда можно взять тур по различным фермам, чтобы познакомиться с этими милейшими животными поближе и чем-нибудь их угостить. Эквадорские мексиканские игуаны В этих странах прочно обосновались игуаны. Они ползают по улицам и паркам городов. А неравнодушные жители иногда угощают этих гигантских ящериц чем-нибудь вкусненьким. Возможно, это можно объяснить тем, что раньше на местах некоторых городов были леса, и животные остались жить на своей территории, даже после застройки. Австрийские сурки В Австрии можно встретить множество очаровательных альпийских сурков. Для этого нужно лишь попасть в крупнейший австрийский горный заповедник – Гросглокнер Мид Пастерце Унгамсгрубе. Стоит только человеку попасть на территорию, как он тут же слышит характерные крики местных обитателей. Дело в том, что вдоль трассы расположено множество поселений сурков, многие из которых уже привыкли к людям и позволяют подсматривать за своей жизнью с довольно близкого расстояния. Австралийские попугаи Дикие попугаи – такая же обычная птица для австралийцев, как для нас голуби. Эти птицы с розовыми грудками даже внешне чем-то напоминают городских голубей, но, конечно, выглядят куда более экзотично. Они купаются в лужах, сидят на карнизах и с радостью принимают пищу от людей. Перуанская новозеландская альпака Говорят, что невозможно побывать в Перу и не встретить ламу. Это государственный символ страны, изображенный на гербе. Хотя чаще всего попадаются не ламы, а альпака и викуни, которых невозможно приручить. Поэтому их просто сгоняют в стадо, стригут, потом отпускают. Что касается Новой Зеландии, то в этой стране несколько ферм, где обитает множество альпака, которые вполне ручные и охотно идут на контакт с людьми. Японские кошки Остров Тасиро – настоящий рай для кошек. Здесь живет более 100 человек и около 500 кошек. На острове находятся два поселка, каждый из которых имеет свой рыболовный порт, что особенно привлекает пушистых зверьков. С древних времен на Тасиро почитали кошек, ведь они истребляли крыс, которые мешали местному производству шелка. Сегодня это место стало довольно популярным среди туристов. Таиландские обезьяны В Таиланде обитает множество диких обезьян, которые резвятся на улицах городов и чувствуют себя крайне вольготно. Вечно голодные звери выпрашивают бананы и прочие лакомства у прохожих, а также совершают набеги на дома и магазины. Сегодня ситуация обострилась настолько, что власти возобновили программу стерилизации. Беспризорных животных Венесуэльские попугаи Ара Огромный попугай Ара, прилетевший посидеть на балконе – стандартная картина для жителей венесуэльского города Каракас. Они прилетают в город из соседнего заповедника. Кстати, орнитологи говорят, что присутствие этих птиц в мегаполисе свидетельствует о хорошей экологической обстановке. Олени японского города Ара Ара – центральный город Японии, который знаменит двумя вещами. В нем множество храмов и оленей. По легенде, бог грома и мечей Токемикадзуки приехал для охраны города верхом на олени. Так что все животные, которые живут в Наре сейчас, считаются священными потомками того самого первого оленя. Их можно кормить, гладить и делать фотографии. Эй ты, да ты мой друг, а ты поставил свой жирный лайк? Еще нет, так чего ты ждешь? Не забудь шлепнуть по колокольцу и про подписку не забудь, а то пропустишь самое интересное. Жду тебя, дружище, ты нужен мне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова